Швеция объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи. Стокгольм передаст Киеву весь свой парк бронетранспортеров PBV-302. Ракеты средней дальности, ягдработ, RB-99, артиллерийские 155-мм снаряды, транспорт для перевозки топлива, терминалы спутниковой связи. Кроме того, в пакет общей стоимостью почти миллиард 300 миллионов долларов войдет самолет. Пакет поддержки сосредоточен преимущественно на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше и о которых попросила. Поддержка противовоздушной обороны страны как в виде ракет, так и самолета-радара, но и артиллерийские боеприпасы и бронемашины. Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу. Ольф Кристерсон, премьер-министр Швеции. Фейсбук. Воздушные силы ВСУ получат борт радиолокационной разведки и управления АСС-890. По сути, это летающий радар, который может выявить те цели, которые не видит обычный самолет. Он позволяет идентифицировать истребители, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и цели как на суше, так и на море. На расстоянии до 450 километров. Самолет может непрерывно работать до пяти часов. Он раскрывает возможности по выявлению всех опасностей, всех угроз и позволяет и ракеты наводить, и самолеты наводить на цели. И осуществлять очень большое количество специфичных операций. Это глаза. Мы получили микроскоп. Если до этого нам помогали наши партнеры решать целую кучу проблем, то сейчас эти функции могут выполнять вот эти самолеты. Таких самолетов у воздушных сил Украины ранее не было. Даже один АСС-890 даст силам обороны дополнительные возможности для более эффективного использования авиатехники, в том числе многоцелевых истребителей F-16. Условным за углом летит F-16. А в это время там где-то в каком-то пространстве, так, чтобы высоко и далеко, чтобы быть недосягаемым для средств ПВО или для ракет, скажем, которые могут запускать 135-х истребителей, россияне, находится вот этот вот самолетик. И он говорит, я вижу, знаю его координаты, вот надо сделать такую-то атаку, вот такой-то удар. Ф-16 вылетает из угла дела, пуск ракеты уходит обратно и не рискует там ничем. Ну, то есть это целенаведение. В целом вооруженные силы Украины получат от западных союзников 85 самолетов F-16. Первые истребители могут поступить уже в следующем месяце, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Нидерланды, Дания и Норвегия заявили о будущих поставках в конце лета 2023-го. 30 самолетов до 2028 года предоставит Бельгия, сообщила министр иностранных дел страны Хаджал Абиб. Это обязательство зафиксировано в двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности. Мы зафиксировали в соглашении количество F-16, которые Украина получит от Бельгии. Это 30 машин. Первые из них мы сможем получить уже в этом году. Второе. В этом году мы зафиксировали уровень финансовой поддержки для нашей обороны от Бельгии. Почти миллиард евро. Эти деньги пойдут непосредственно на защиту людей от российского террора. Помимо F-16, Киев рассчитывает получить и истребители Гриппен от Швеции. Но Стокгольм временит с этим решением. Сперва Украина должна получить F-16, обеспечить для них необходимую инфраструктуру, локации базирования и обслуживания, защиту, ввести борта в эксплуатацию и начать их использовать на постоянной основе. А после Украина и Швеция смогут вернуться к обсуждению поставок самолетов Гриппен.